здравствуйте друзья вопрос такой был интересный но как бы он совмещенный с утверждением что вот когда я подъезжаю там или наоборот выезжаю из дома там на нашей улочки стоят машинки у людей какие-то дохленькие там ну типа там по 15000 там дешевка я честно даже не знаю можно ли купить машину за 15000 в голову не приходил я сомневаюсь но не важно вот стоят какие-то такие машины за 15000 а вроде как недвижимость там дорогая действительно там ну в районе миллиона вот так она все стоит ну и вот вот я там живу в этом в городе миллионники я не знаю в каком наверное не в москве и вот у нас тут на каждом перекрестке раз смотришь там по миллиону баксов стоит значит на перекрестке я честно говоря никогда такими категориями не мерил и не то чтобы даже обращал внимание на чем соседи ездят и вообще кто на чем ездит как-то мне даже не знаю что сказать вот на днях я беседовал с людьми они в европе живут но в одной из европейских стран и говорят вот в питере недавно были и а мы сидели в гостинице они сняли номер там я к ним подъехал поговорить и мы сидим на первом этаже там ресторанчик бар такой мы сидим там закусываем слегка и там люди вокруг кто в баре кто там за столиками беседует потягивают винцом там бренди не знаю кто чего и и они меня этому слове как интересно говорит類 люди сидят и просто разговаривают друг с другом ягона а с кем мы если они пришли разговаривать ну да когда они пальцем они просто разговаривают я долго не мог понять что что с ними не так что они просто разговаривать, а потом до меня дошло. Они говорят, вот мы вот были в Питере, и они там не просто разговаривают, они как бы типа выпендриваются при этом, то есть они так с понтом разговаривают. Как-то вот я вспомнил это, я это увидел много. Да, еще и так сигаретку, зубы дать, там вот так она, и вот они будут так с понтом. Но как сказать, я не вижу, чтобы люди выпендривали с машинами или там, ну а чего, кому какое дело. Вот я езжу на машине, значит, кроме того, в гаражах стоят машины, ну скажем, у меня жена паркует свой Lexus там в гараже, да, поэтому он не стоит снаружи. У меня есть машинка, ну совсем недорогая, но может быть тысяч два цена стоила там Fiat 500, то есть вот кроме Lexus, на котором я обычно езжу, у меня есть такая, ну вот я люблю, вот люблю ее и все, вот так, иногда за год там тысячу миль всего она ест, ну так, по чуть-чуть, по дворам. И она у меня там стоит на драйввее, вы можете сказать, боже, там, посмотри, там, как вот, на чем ездят эти там богатые, казалось бы, люди, у которых там дома по миллиону, там и больше. Ну вот на этом меньше всего берешь в голову, кто чего скажет про тот автомобиль, на котором ты ездишь. Я жил в нескольких местах, намного более дорогих, чем Sunnyvale, то есть мы жили в Саратоге. Саратога это пятый зип-код, на тот момент это был пятый зип-код по дороговизне и недвижимости в Соединенных Штатах. И Лос-Алтос, там, по-моему, 13-й. И как-то раз, я помню, вот в Саратоге я выезжал, знаете, как всякий городок, он там какие-то внутренние такие улицы, да, так есть архипелаг этих домов, там, двориков, и вот это ручейки, значит, тебя выводят на более такие мощные дороги, на хайвей в частности. Поэтому первых там пару светофоров, пока ты попадешь на хайвей, ты проезжаешь просто по городским улицам, по проселку такому. И я смотрю, вот там действительно на каждом светофоре, там, ну, станет с четырех сторон там, я тебе, там, 6, 7, 8 машин, и ты смотришь, что там самое простенькое, что там может быть, это, скажем, там, BMW, или там, BMW, как в России мы когда-то говорили. Ну, да, а там, знаешь, и Porsche, и там, Lamborghini, и черт знает, на чем там народ только не ездит. Ну, просто место такое очень дорогое. Ну, да, вот пятый зип-код в стране по дороговизне и недвижимости, они как-то, вот, может быть, там у них действительно, и там не было, там, Toyota Corolla нигде, но если вот садовник там приехал, может быть, со своими ребятами, вот, может, они на таком. Но, ну, есть такие места, есть места, где молодняк денежный, и они как бы, ну, прикольно, знаете, вот, допустим, если вы пойдете на паркинг-лод компании, я не знаю, Facebook или Google, например, да, ох, там прикольно, там у них денежки есть, они хорошо зарабатывают, и они там, как-то вот у них модные тачки, ну, вот, кто-то там, допустим, я не знаю, он балдеет от какого-то там мобильного девайса, от таблетки там, планшетника, ну, а кто-то вот, допустим, автомобиль, и среди молодых ребят как-то принято, я так припоминаю, молодые инженеры они любят. Вот. Есть такое тоже, но не то, чтобы как-то это играет какую-то роль в жизни людей, вот, ну, человек ездит и ездит, ему так удобно. Обычно начинается с чего? Вот семья, в семье обычно там дети есть, соответственно, нужна какая-то машина, чтобы с детьми там развозить их там, где в школу, где, может быть, по секциям, потом в семье, если там у нас две-три машины на семью, значит, нужна одна машина, в которую можно поехать, ну, там, к океану или в горы, ну, кто как ездит, кто с палаточкой, кто там просто набивает там в машину много всякого барахла на недельку там и оборудование, ну, лыжи, допустим, там, не знаю, что-нибудь для лыж большой, можно на крышу присобачить, но, в общем, и в целом, вот так люди смотрят, чтобы удобно было, есть ли люди уж пожилые, там, и что-то такое, соответственно, им нужна машина более удобная, есть люди, которые смотрят, например, вот им важно, чтобы машина была экономичная, не только потому, что денежка там экономится, они даже вперед больше за это платят, да, если машина там какая-то гибрид, но они считают, что надо беречь окружающую среду, вот у нас тут на местности, например, очень-очень принято ездить вот на таких машинах, и многие компании, даже вот сотрудникам дают денежку, у нас вот есть знакомые в Уроке работы, там ей дали пять тысяч за то, что она купила, там это такой зеленый автомобиль, гибрид, я, честно говоря, не помню, какой там у него, вот, поэтому, так, миллион есть соображений, когда люди покупают автомобили, и последнее, это что подумают соседи, или там кто-то из такого места, где люди в основном нищие, вот, но на перекрестках есть, значит, люди, у которых машины дорогие, и они так вот смотрят на жизнь, наверное, даже не знаю, мне немножко странно это вот, такое рассуждение, ну, как вопрос задан, я отвечаю, что могу, спасибо.